В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Алина Сазонтова. Здравствуйте! Главная тема сегодня. Очередная сессия Десногорского городского совета. Было предложено депутатам Единой России, которые присутствовали в работе комиссии, данный тариф не поднимать. Акция Десногорских волонтеров «Скажи спасибо лично». А к этому художники сделали вот такую картину. 20 февраля в здании городской администрации прошла 20-я очередная сессия Десногорского городского совета. Один из запросов заседания был об увеличении коммунальных тарифов. Ранее такое предложение поступило АЦС-сервис. Инициатива касалась платежей за содержание жилого помещения по договорам социального и коммерческого наймов. Было сделано заключение отдела экономики инвестиций о том, что предложено увеличить на 3,6% так как на индекс дефлятора. Вопрос вызвал дискуссии на прошедших заседаниях депутатских комиссий. Были оценены все аргументы и риски такого решения как для горожан, так и для управляющей компании. Также была проведена аналитика муниципальных тарифов других регионов области. Тариф Десногорска на фоне других городов Смоленщины пока не является оптимальным. В ходе долгой дискуссии было предложено депутатами Единой России, которые присутствовали в работе комиссии, данный тариф не поднимать, оставить на прежнем уровне. Голосованием депутатов проект решения о повышении тарифа был отклонен. Плата осталась на прежнем уровне – 23,15 рублей за квадратный метр. Это текущий действующий тариф за содержание жилого помещения. День защитника Отечества неофициально отмечается как День мужчин. При этом, в исходном своем понимании, этот праздник чествуют и женщин, всех, кто принимал или принимает участие в защите Родины. Одна из них – ветеран Великой Отечественной войны Октябрина Каноненко. В преддверии праздника ее навестили волонтеры и представители городской администрации. Был такой проект «Лица Победы» и партии был выпущен вот такой альманах со всеми ветеранами, где есть и наша любимая, уважаемая Октябрина Андреевна. А к этому художники сделали вот такую картину. А укрепить иммунитет удастся другим подарком – витаминизированными соками и фруктами. Продуктовая корзина пришлась особенно кстати в преддверии скорого весеннего сезона. Огромнейшее спасибо вам всем за то, что вы не забываете, что всегда приходите, поздравляете. Октябрина Каноненко стала одним из ветеранов, которых ко Дню Защитника Отечества посетили волонтеры города. Акция называлась «Скажи спасибо лично» и за помощь в ее проведении муниципальный волонтерский штаб благодарит местное отделение политической партии «Единая Россия», а также индивидуального предпринимателя Елену Зубову. В конце выпуска о погоде. 26 февраля в Десногорске. Переменная облачность. Днем плюс 4, ночью плюс 2. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»